Открыли глаза, сидя в подвале терраспорта. Нас просто сказали, что зашли российские военные и идет зачистка города, нужно выбраться, идти до Поксите. Машины кто мог уехал, а мы пешком с детьми маленькими, машины ехали пустые, не брали, потому что перепуганные все уезжали. По дороге ни домов нету, ничего, все горело. Все горело, трупы валяются, людей, военных, все, дети о рук плачут, мы под пулями шли, еле добрались до автобуса. По дороге, военные ваши, российские, получается, детям давали там конфеты, еду. А что говорить, под пулями, что там все горит, все нету, ни дорог, ни домов, вообще ничего нету. И все это время у нас азот просто прятались за нами, мы были живая стена ихница. Все разбивали, просто за нами, у нас вокруг все было, мы даже не выпускали на улицу. Мы в подвале просидели 15 часов с детьми, что ни воды нету, дети все рыгали, ничего, нам ни воды не давали, ничего, ни магазинов там нету, вообще ничего нету. Они просто приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не подстреляли, все. Отходя, они в бомбоубежище, там театры разбили, отходя просто-напросто, людей к нам привезли со сколками. И все. Нас всех сломали просто как стадо, блин, в круг, все. Да, вот люди остались только в кругу, и все. И выживали. Да. Ну, только шаги, зеленый городок, аль. Говорили, что вы расстреливаете людей, все. Вот страшно, дети шли, все на сериках, все плакали, видя военных, плакали, просто потому что привыкли к нашим, как у нас украинские. Заходишь в магазин, в очереди стоишь, они зайдут глухие, с автоматами, все. Ты располкаешь, и должны говорить герою Славу. Все. Вот так вот у нас было все это время. Украина.